Большие диалоги в больших форматах проходили на территории области. Жители Бреста, Барановича и Пинска активно включались в дискуссии. Не оставались в стороне и другие районные пункты. За прошедшее время с первого регионального форума поступило около 300 предложений разного характера. Сегодня для эффективного обсуждения на итоговой панельной дискуссии отобрали самые интересные идеи. Поговорить о важном и прийти к единому решению собрались представители разного статуса, разного возраста и разных мнений. Самое важное на данный момент – это возобновить кредитование малого бизнеса. Я понимаю, что сейчас тяжелая обстановка в плане финансов в мире и в стране, но нам нужно саккумулировать наши средства и пустить на поддержку малого предпринимательства. Если мы в ближайшее время не возобновим кредитование, нас весной, возможно, ожидает банкротство среди малого бизнеса. Поэтому это первостепенно. Второе, что необходимо, это обязательно реформирование законодательства в плане развития малого предпринимательства. Ну и, конечно же, краеугольный камень – это вопрос о приватизации. Малый бизнес заинтересован в правильной приватизации. Что просит нынешняя молодежь? Больше общаться, больше взаимодействия, общения. И так как молодежь у нас современная, она просит организацию онлайн-площадок, то есть выходить на онлайн-платформы и постоянно взаимодействовать, общаться. Дискуссионные площадки стали возможностью обсудить волнующие вопросы в неформальной обстановке, позволили в процессе активного обмена мнениями найти оптимальный вариант решения проблем, а также ускорить движение общества на развитие социально ориентированного государства. Вопрос о том, что менять политику нашего государства социально ориентированного на какое-то другое, вопрос так не стоит. То есть было сказано главой нашего государства, что социально ориентированная политика нашего государства, она будет продолжена. Жизнь не стоит на месте, она двигается. И, конечно, нам надо принимать своевременное решение по всем направлениям в связи с тем, что требует нам жизнь. Поэтому, значит, вот и эти диалоговые площадки. И правильно сегодня, особенно молодежь, да, вот перемены, нужны перемены, они вот как-то зациклились, никто не против, что нужны перемены. Мы понимаем, особенно молодежи, да, нужны, потому что как-то уже вот эта стабильность, наверное, приелась, может быть, что-то это и мы и упустили, по большому счету. Но опять надо понимать, что перемены к чему они могут привести. Если это будут перемены на позитив, если это будет от этого лучше, да, в целом жить нам в Беларуси, это приемлемо, на это надо идти. Среди ключевых вопросов, о которых говорили на итоговой панельной дискуссии, были переход к смешанной избирательной системе, введение должности уполномоченного по правам человека, создание комфортных условий для бизнеса и наделение большими полномочиями местных органов самоуправления. Я не только должен контролировать, как, кто, что делает, но я, естественно, заинтересован в том, чтобы этот регион гармонично развивался. И я вижу, что есть большие перспективы и большие резервы для того, чтобы это было и в экономике, и в социальной сфере, и в области культуры, образования. Поэтому, я скажу так, с очень хорошим настроением я воспринимаю все произошедшее сегодня после этой дискуссии и достаточно, еще более оптимистично, чем с утра, смотрю на наше будущее. Проект резолюции, который подготовлен специалистами и участниками дискуссии в Брестской области, он достаточно имеет такую фундаментальную ценность. Сейчас немножко надо с ним поработать, сделать какую-то настройку. И можно с уверенностью сказать, что те предложения, которые исходят от вот этих площадок с Брестской области, они актуальны. И в случае их принятия целиком или полностью, или частично, это даст все-таки возможность в будущем работать более эффективно. По итогам конструктивных обсуждений создали резолюцию, которую направят в Организационный комитет по подготовке Всебелорусского национального собрания. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.